Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я все время конкурирую со своей подругой, которая даже мне не подруга. Мы жили в одной общаге с ней вместе. Это уже в прошлом, как три года назад. Но я до сих пор реагирую неадекватно на её успехи. Я не могу от неё абстрагироваться, хотя общаемся мы редко. Видимся раз в год. Общение только по социальным сетям. Была ситуация, что мне нравился один парень, когда мы жили в общаге. И она пыталась как-то унизить меня перед ним. А он пытался постоянно настраннивать. Из-за всей этой ситуации мне началось расстройство пищевого поведения. После того, как я закончил обучение, я похудел. И из дела, которое мне нравится. Но когда люди ко мне относятся нормально, я до сих пор чувствую удивление, что нормальное, уважительное отношение. Я не знаю, как перестать реагировать и вообще забыть этого человека, как вообще научиться прощать и жить, не оглядываясь на прошлое. Ну, вы знаете, травма. У вас, Анастасия, психологическая травма. Это психологическая травма, связанная с тем, что много эмоций было у вас. Много было переживаний в определенной ситуации. И все они, эмоции, остались невыраженными, судя по всему. Ну, пожалуй, я бы сказал, что эмоции не были в том числе выражены в момент, когда странно все это происходило. Вы, вероятно, стремились, вы, вероятно, должны были сохранить лицо перед, ну, я не знаю, перед кем, перед, может быть, мужчиной, который вас интересовал, перед, может быть, подругой, перед которой вы, вероятно, не могли дать ну, к примеру, слабину. То есть, ну, вы не могли ей сказать, слушай, вот мне там что-то неприятно, да, как вот, ну, как ты себя ведешь, мне не приятно. Вот. То есть, если, 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 если бы вы аааа, так сказали, то вы бы совершенно, очевидно, возможно гонку-то эту проиграл. Поэтому первое здесь это история про то, что у вас осталось много переживаний, много эмоций. Это первое. Второе, это как ни странно, то что вы вообще вступили в эту игру. То есть я имею ввиду, вообще вступили в игру, в которой кто-то кого-то выбирает. Ну, странно, не иначе. Возможно, я скажу, то что говорить не стоило бы сейчас. Вероятно, это, ну, может быть, не слишком профессионально. Но я бы никогда не вступил в отношения, где кто-то с кем-то меня сравнивал. То есть если есть девушка, которая сравнивает меня с другим мужчиной. Да. Да. Для чего я это говорю? Вам может показаться, что я это говорю для того, чтобы развиваться над вами. нету. Я это говорю немножко для другого. Я это говорю для того, чтобы вы увидели, что вот я не вступлю, а вы вступили. И дело не в том, что вы поступили плохо. Нет. Дело немножко в другом. Дело в том, что вы так поступили, потому что хотели что-то доказать. И вот это очень интересный момент. А кому вы хотели что-то доказать? Кому и что вы хотели что-то доказать? Кому, что и для чего вы хотели что-то доказать? Вот это очень интересный, на мой взгляд, момент. И вот, собственно говоря, с этого и нужно начинать, с этих двух моментов. Какого вы выбрали? У парня, условно говоря, что вот, не насторожило вас, то что он, как-то он, сравнивает вас, вот. Расстройство пищевого поведения – это история про потребность в любви, то есть вам хотелось, а может быть даже и хочется до сих пор любви вам не хватает этой любви, или не хватало любви. И отсюда расстройство пищевого поведения, желание орального поведения, как это именно оральное поведение, да? Все это, извините, не просто так. И с этим нужно работать. С этим нужно работать. Смотреть, что в себе вы не принимаете, и почему, из-за чего, что в вас, вот. Что такого в вас, что вы вот себя не принимаете, да? Вот. Что доказать пытаетесь и так далее. А ваши чувства, которые вот, ну, которые вас беспокоят сейчас. Это история про невыраженные чувства. Это история про невыраженные чувства. Анастасия. Анастасия. Сказать, что это нормально, то, что вы заплатите за эту ситуацию. Да, это нормально. Это абсолютно нормально, что вы заплатите за эту ситуацию. Я больше скажу. Мне кажется, что было бы ненормально, если бы не цеплялась. Это бы означало, что ваши эмоции ушли сильно-сильно вглубь. А так, так есть шанс, что они достаточно не глубоко научили. И вы сможете их выразить при работе с психологом. Не предстоит вас мучить. А дальше научитесь себя принимать и все вообще будет хорошо. Вы говорите о том, что у вас есть любимое дело. Ну что ж, я вам верю. Тем не менее, несмотря на это любимое дело, у вас есть время для того, чтобы как-то вот обращать внимание на этого человека. Это первое. И второе. И второе. А, для чего вы с ней общаетесь? Ну то есть, она вас унижала. Если я правильно вас понял. что она вела себя по отношению к вам явно не очень хорошо, да? Зачем же вы с ней общаетесь? Общаетесь? Тогда. Ну продолжайте общаться в смысле. Да, даже по социальным сетям вы общаетесь не только в социальных сетях. Это понятно. Но простите, зачем? Что вы надеетесь получить? Опять же надеетесь что-то доказать. Получается так. То есть, очевидно, что игра не закончена еще. Хоть вы и говорите, что все уже давно прошло. Но позвольте немножечко усомниться. Позвольте немножечко усомниться в том, что все закончилось. На мой взгляд, не совсем. Вот, собственно, то, что хотел бы вам сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Сформулировать какие-то базовые постулаты. Для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Удачи! Продолжение следует...